Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас! Сегодня мы с вами продолжаем читать Евангелие от Луки. Начинаем мы пятую главу, зачало семнадцатое. Бысть же належащую ему народу, Дабыше слышали Слово Божие, И той бестоя при езере генесарецте, И видя два корабля, стоящие при езере, Рыбы реже, отшедшие от нею, Измываху мреже. Здесь мы с вами видим, прежде всего, наименование озера. Озеро Генесарецкое. Галилейское море, Тивериадское море, Генесарецкое озеро. Вот сколько названий у нашего кинерета. Так называют его здесь на иврите. На самом деле, вот именно Генесарецкое озеро Считается названием наиболее древним. Считается, что это искаженное слово кинерет. Кинерет – это маленькая ручная арфа. Арфа, на которой играл царь Давид. Если вы посмотрите на карту Израиля, То обнаружите, что Галилейское море Действительно по форме похоже на арфу. Вот, как считают некоторые ученые, Отсюда и произошло его название. Также это озеро называли Галилейским морем. Мы с вами уже не раз говорили об этом. Конечно, это не море, Это именно плесноводное озеро. Но за его большие размеры И за важность этого водоема В нашем регионе Прозвали его морем. Галилейское, потому что располагается в Галилее. А вот Тивериадским его прозвали по имени города Тиверия. Этот город Иродантипа, правитель Галилеи, Как раз строил во времена земной жизни Господа Христа, А назвал его Тиверия в честь правившего тогда императора Рима, Императора Тиверия. И вот в этом Генесарецком озере Ловили рыбу все окрестные жители. Действительно, рыбная ловля была важнейшим промыслом. И в нашем Галилейском море Водятся разные сорта рыб. Водятся даже и сомики. И водится рыбка Амнон, Которую мы называем рыба апостола Петра. Тиляпия Галилея по-научному. Очень вкусная рыба. Ее с древнейших времен ловили в промысловых количествах. Сейчас тоже рыбаки ее ловят, Но в основном ее разводят, конечно, уже в бассейнах. И вот рыбачили в древности в основном артелями. То есть Петр рыбачил со своим братом Андреем И с другими товарищами. Объясню, почему для промыслового лова Нужна была огромная сеть, Которая называлась бредень. Ее закидывали с двух лодок. И после того, как она наполнялась уже рыбой, По стечении какого-то времени, Также двумя лодками тянули ее к берегу. Потом рыбаки спрыгивали и уже вброд. Дальше вытягивали ее. Сеть была очень большой. А если улов был хорошим, то и тяжелый. Соответственно, нужно было несколько человек. То есть такая, прямо скажем, целая команда. Апостольские лодки ходят сегодня по Галилейскому морю. Ученые в конце 80-х годов нашли в прибрежном Иле Лодку первого века. Ее достали. Это достаточно хорошо сохранившийся каркас. И вот по модели этой лодки стали строить прогулочные кораблики, На которых катают наших паломников. Так что мы, когда есть возможность, выплываем и можем почувствовать Галилейское море Вот так, как чувствовали его апостолы, Как Господь наш видел берега, да, с воды можем увидеть мы. И лодки эти, это, по сути дела, плоскодонки. Там достаточно широкая, большая палуба, чтобы можно было разместить целый большой улов. Но ходят они, конечно, сейчас под мотором, не под парусом, естественно. И вот Петр, протрудившись всю ночь, А у нас в основном вот эта рыбка Амнон, да, известная у нас, вкусная, Которую ловили в промысловых количествах, Она водится, во-первых, там, где чистая вода исключительно, Галилейское море питают источники. И вот у берегов, где источники эти выходят, Вот на этом как бы траверсе нужно эту рыбу и ловить, Потому что она любит очень чистую воду, именно туда как-то кучкуется. И, конечно же, ловится она хорошо ночью, как и многое другая рыба. И вот, соответственно, поэтому они всю ночь трудились, И в ту ночь у них был удлов неудачный, Как мы с вами прочитаем дальше, ничегошеньки они не поймали. И вот представьте себе, Господь наш проповедует на берегах Галилейского моря, Народ теснит его, ему уже негде стоять, Он хочет, чтобы лучше его слышали, И, увидев лодку Петра, просит его, Любезно просит его разрешение войти к нему на корабль, Просит у Петра отплыть несколько от берега, Чтобы он мог с лодки учить. Влез же в един от кораблю, и жебе Симонов, Моли его, от земли отступите малу, И сед у чаши из корабля народы. Господь просит Симона, умоляет его, Отойти хоть немного от земли, Чтобы Господь мог с корабля учить народ. Христос понимает, что Петр очень устал, Он прекрасно знает, что они всю ночь ловили рыбу, И он просит его, как будущего друга, Как будущего апостола. Петр тут же соглашается, что интересно, Он не противоречит, не спорит, Его не надо долго уговаривать, Хотя на самом деле, к тому моменту, Как мы понимаем из хронологии Евангелия, Христос и апостол Петр не были еще знакомы. «Як уже приста глаголе рече к Симону, Поступи во глубину, И вверзите мрежи ваши в ловитву». Господь хочет отблагодарить Симона За потраченное время, И предлагает ему вернуть мрежи. Также испытывает веру апостола Петра. «И отвещав Симон рече ему, Наставниче, обнусь всю труждшися, Нечесожи яхом, По глаголу же твоему, Вверг умрежу». Петр говорит, Господи, мы всю ночь трудились, И мы ничего не поймали, Но по твоему слову заброшу сети». Ведь когда Христос проповедует, Петр внимательно слушал его проповедь. И, видимо, слова проповеди этой Коснулись сердца Петра. Оно начинает верить, Он начинает обретать веру. Он соглашается сделать действие, Казалось бы, нелогичное, И рационалистически неразумное, Если всю ночь трудились, И ничего не поймали. Какой смысл сейчас забрасывать сети, Когда он рыбак, Петр, И уже немолодой, И прекрасно знает, Что в это время, И в этом месте, Рыба быть просто не может. Тем не менее, Он делает это. Сеть начинает прорываться От невероятного количества рыб. Петр зовет помощников, Чтобы спасти рыбу, Чтобы ее каким-то образом вытащить. И вот они нагружают два корабля. Невероятное чудо. Петр становится свидетелем того, Что никто никогда бы сделать не мог. И какая реакция Петра? Видев же Симон Петр, Припаде к коленамо Иисусово могла голя. И зыди от меня, Яко муж грешен, Есмь Господи. Первая реакция Петра. Он даже не благодарит Христа. Он не выражает свое изумление. Он не спрашивает, кто ты. Он говорит, Отойди от меня, Я грешный человек. Он чувствует сердцем святость. Он чувствует сердцем величие Господа Христа. Он, по сути дела, признает уже в нем Спасителя. Хотя он не называет, не говорит. Но то, что он падает пред ним на колени. То, что он смиренно говорит, Отойди от меня, я грешник. Вряд ли бы он сказал так благочестивому, Доброму, Равину, Учителю, даже Пророку. Это именно он воздает ему практически уже поклонение, как Богу. И удивительно смирение Петра. Понимая свое недостоинство, Он не считает себя вправе, Не считает возможным свое присутствие рядом с человеком, Который может творить такие чудеса, Если он вообще человек. То есть вот это смирение, Вот эта порывистость, С которой оно выражено, Типичный такой характер апостола Петра, Очень горячий, Порой не сдержанный, Но очень-очень искренний. Нашел благоволение в очах Божьих. Полюбился Петр Христу. Что отвечает Господь Петру? Здесь дальше, правда, сперва объясняется поступок Петра. «Ужас Бог обдержавши Его, И вся сущая с ним о ловитве рыбь, Я же Яша». Так уж даже и Иакова, и Иоанна, Сына Зеведеева, Я же беста общника Симонови. «И речек Симону Иисус, Не бойся, Отсели будеши, Человеки ловя, И извлекши оба корабля на землю, Оставьши вся Вслед Его и душа». Здесь называются общники Симоновы, Иаков и Иоанн, Сыны Зеведеевы. Это дети апостола Зеведея и Соломии, Которая была дочерью Святого праведного Иосифа, От его первой жены. И Господь говорит Симону, Видите, Обращается пока только к нему лично, Говорит, Не бойся, Отсели будешь человеков ловить. То есть не бойся приблизиться ко мне, Не бойся войти в новую для тебя жизнь, Не бойся своего недостоинства, Я даю тебе власть, Ты будешь теперь ловить людей Для Царствия Божьего. Вообще этот образ, Образ сети, Удивительно емкий, Удивительно красивый, Такой символ, да? Вот святые отцы говорят нам, Что рыбаки – это апостолы, А охотники, Как у пророка Иеремии, Там есть просто в Ветхом Завете, Что рыбаки и охотники Выйдут на ловитву людей. Так вот, рыбаки – это апостолы, А охотники – это учителя церкви И правители праведные. Действительно, Вот в данном случае, Если говорить про апостолов, Которые просто вот сели Слово Божие, Сели эту благую весть, Они как бы закидывали сеть. Слова евангельские действительно как сеть. Они ведь необыкновенно простые, И в то же время необыкновенно доходчивые. Они, казалось бы, Приводят нам в пример какие-то моменты из жизни, Какие-то бытовые иногда вещи, А по смыслу там бездонная глубина. Вот так же и сеть. Сеть, когда забрасывают, Её же тоже забрасывают на большую глубину порой, И вот всякого рода рыб она оттуда вынимает. Слово евангельское действительно цепляет за душу, Берёт за душу иногда самых-самых разных людей, Из самого дна морского может человека достать, Из бездны греха, Когда человек уже живёт совсем как бы в бездне греховной, И, казалось бы, по человеческим меркам, Ну оттуда что может его из этой ямы вытащить, Из этого дна, на котором он. А вот сеть евангельская, Она ведь действительно дна достигает, Когда рыбаки ловят, Так и тут она как бы вот из глубины даже достает Всех рыбок, всех людей, И действительно огромное количество рыб, А дальше уже Господь будет отбирать, Вот как бы отсеяться из них добрые рыбы и плохие рыбы, То есть естественно те, кто примут слово, И те, кто его не примут, Те, кто устоят в учении, Те, кто не устоят в учении. Вот этот образ сети, он, конечно, необыкновенно красивый, И такой богатый. А вот учителя и правители названы уже охотниками. Они за счёт уже умения хорошо и правильно говорить, За счёт власти, которая им дана от Бога, Правителям и учителям церкви, Они уже более точно в цель попадающие, Получается охотники. Поэтому такое вот сравнение интересное. И, конечно, опять же отклик Петра, Он оставил всё, И вот этот улов рыбы, Представляете, сколько денег там было для него, Для рыбака, Вот на них на четверых получается, да, Пётр, Андрей, Яков, Иоанн, Два корабля полных рыбы, Это ж какой доход! И вот он это всё тут же оставляет, И корабль, и сети, И уходит за Христом. Вот эта решимость, решительность потрясающая. Иногда святые отцы, Вот Григорий Двоеслов говорит, Можно подумать, Богатые читающие скажут, Ну подумаешь, Что он там оставил-то, Рыбу какую-то, да, И пошёл за Христом, Оставил всё, да, Написано в Евангелии. Оставил всё, что имел, Ведь Христу не так важно, Что мы ради него оставили, Как важно, С каким сердцем, С каким чувством мы это оставили, И чем это для нас являлось. Потому что порой вещь для других людей малозначительная, А для нас является чем-то бесконечно дорогим и любимым, И может быть даже стоящим между нами и Христом. И отказаться от этого посторонним людям кажется, Ну что такого? А для нас это прямо вот как половину себя отрезать, Да, ну какая-нибудь дурная привычка, например, Или пристрастие к чему-то, Или какой-то род занятий, Который, ну даже, я не знаю, Даже какое-то хобби, Которое может быть нас... Мы вот так любим это занятие своё, да, Что нам и на молитву нет времени, И в храм не можем пойти, И вообще там близким кому-то помочь, Кому может надо, Или позвонить лишний раз. Мы увлечённо, фанатично занимаемся каким-то своим делом, И оставить его, Это всё, что умереть для нас, да, Вот другой человек скажет, Ну подумаешь, там она там вышивает, Неужели бросить не может, Раз для неё это страстью стало, Ведь может страстью стать всё, что угодно, Готовка может стать страстью, Кулинарные вот эти программы в нас разжигают желание, да, Постоянно совершенствоваться, И я такая же точно тоже люблю готовить очень, Когда время есть, вот. Опять же, это может быть рукоделие, Не очень-то нужное, мягко говоря, порой, да, Это может быть да что угодно, И вот оставить что-то ради Христа, Именно иногда бывает безумно-безумно трудно, Кто оставлял, тот знает, И поэтому здесь и написано, Оставил всё, для него это было всё, Потому что он жил этой рыбной ловли, Для него это был не только источник дохода, У него отец был рыбак, И он сам рыбак, И это как бы образ жизни даже, Если хотите, да, Любимое дело, ну, да, в общем-то. Так что поэтому, Вот такое начало, И вообще здесь интересный момент призвания апостола Петра, Да, этот фрагмент так называется, Это мы читали с вами о призвании апостола Петра, Вот почему Пётр впечатлился словами Христа, Вот почему он пошёл, Вот момент веры, да, Опять же, ведь тот момент, Пока Господь проповедовал, Пётр обрёл веру, И Господь её укрепил чудом, да, Как мы с вами в прошлый раз говорили, Чудеса нужны для утверждения слов Божьих, Когда нашей веры не достаёт, да, Чтобы закрепить сказанное, Господь ещё и делом это закрепляет, То есть каким-то чудом, Явным нам знаком, знамением, да, Вот почему сердце Петра откликнулось, А сколько ведь людей было в тот момент, Стоящих на берегу этого Галилейского моря, Слушавших Христа, И которые ведь ушли домой ни с чем, Их сердце не откликнулось, Это каждый раз тайна, Вообще, вот, да, Я сколько живу на свете, И сколько вижу людей, да, Вокруг себя, особенно как гид, Через меня в своё время проходили тысячи людей, да, Соответственно, к каждому присматриваешься, Как вот к душеньке Божьей, К творению Божьему, И вот какие-то истории тебе ещё люди рассказывают, да, О том, как они пришли к вере, Каждый раз изумляешься, С одной стороны, это дар Божий, Бесспорно, что вера – это дар Божий, Господь призывает из разных совершенно обстоятельств, В разных совершенно условиях, По-разному у каждого, Вот у каждого своя история с Богом, Правда же, абсолютно, Но тем не менее, Можно сказать, что есть какая-то вещь, Которая может привлечь к человеку Вот эту Божью благодать, Которая даёт веру, да, Человеку, Однозначно тяготение к добру, Стремление к добру, да, В той или иной степени, Всё-таки является неким таким вот магнитом, Который как бы притягивает человека к Богу, Бога к человеку, да, Вот всё-таки люди, которые однозначно, Намеренно выбирают зло и всякую грязь, Они, если и приходят к Богу, То через какой-то страшный коллапс, Через какое-то крушение жизни, Через тяжкую болезнь, не дай Богу, Или через какие-то события, Которые просто выключают их Из их жизни прежней. И вот так в этом эпизоде Призвания апостола Петра Нам с вами как бы приоткрывается Немного внутренний мир этого человека. Простой человек, рыбак, Но однозначно с сердцем, Тяготеющий к доброму, Иначе не впечатлила бы его проповедь спасителя, Нашла на отклик в его душе, да, С другой стороны, Очень впечатлительный человек. Мы с вами вообще увидим В дальнейшем повествовании евангельском, Что Петр человек очень горячий, Впечатлительный. То он реагирует на слова спасителя, Мы за тебя жизнь отдадим, да, Я за тебя умереть готов, да, То, как здесь, Отойди от меня, Ибо я человек грешный. То есть он такой очень, Петр горячий, темпераментный, да, И вот это сочетание Такой горячности и искренности, И, видимо, внутренней все-таки тяги к добру, Вот сделало его призвание вот таким, Как мы читали с вами. А вот совсем другая история апостола Павела. Вот мы с вами как раз сейчас, Воскресенье, Будем праздновать Петра и Павла, да, Денег. Вот Павел совершенно другая история. Павел это фарисей, Казалось бы, человек, Который знал закон, Вот от и до образованнейший человек. И, с другой стороны, Его сердце абсолютно было закрытым Для христианской проповеди. То есть, скорее всего, Вот то, от чего страдали вообще все фарисеи, Да, это касалось и Павла, А именно гордыня. Гордыня, уверенность в своей добродетели, Уверенность в своей учености, Как в гарантии уже, да, Значит, если я так все хорошо знаю, Тут просто стопроцентная гарантия, Что мне уже просто билет куплен, да, Вот быть при мессии, Когда он придет, да, Или, как мы, христиане, иногда думаем, Билет уже у нас куплен в Царствие Небесное, А вот как раз смирения у Павла не хватало, И потому Господь призывает его Совершенно другим способом, да, Вот таким как раз-таки крушением, да, Он является ему как свет по дороге в Дамаск, да, И говорит, трудно тебе, Павел, идти против рожна. Кто, ты спрашивает, Павел, я тот, которого ты гонишь, Отвечает Господь и дает ему слепоту. И вот через это Павел вдруг понимает, Что я и был слепцом до этого, Я очевидного не видел, Я не признавал то, что было передо мной, Вот где правда-то лежала, да, То есть мы, конечно, не говорим, Что Павел был из тех, Кто до встречи со Христом Однозначно выбирал грех и зло. Нет, он выбирал добро, Его грех заключался в другом, Скорее всего, его заблуждении. Именно вот, как мы сказали, В гордости и в надежде на закон. Потом Павел напишет, Что по закону мы все осуждены спасения Только через Господа Иисуса Христа. Он это пишет, потому что на собственном опыте Он это испытал, прошел, да. Так что вот два апостола И два совершенно разных призвания, да, Две совершенно разных истории. И в жизни-то они, в общем-то, Мало встречались, И даже несогласия между ними были По каким-то вопросам. А между тем, Это два самых великих апостола Христовых. Первое, верховные апостолы. Мы их называем Петр и Павел. Ну вот, мои дорогие, На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Будем надеяться на очень скорую встречу. Оставайтесь с Господом. Оставайтесь с Господом. Итак. Продолжение следует...